Ближайшие полтора года для Ивана Прокоповича армия станет вторым домом. 20-летний парень готовится пополнить строй защитников Родины. Его армейская история начнется 15 мая. С первого 4,5 месяца в учебке под Борисовым после ждет служба в Осиповичах. Мысли откосить, признается, даже не было. Я считаю, в армии должен служить каждый. Ведь армия из мальчишки делает мужчину, чтобы защищать свою Родину, своих родителей, свое Отечество. В окном зале Бобруйского военкомата более 40 призывников. Концертная программа от творческих коллективов города. В качестве мотиватора заслужены военные Александр Виноградов. Подполковник в отставке говорит о многом, но подчеркивает, армия – это школа мужества. Каждый уважающий себя гражданин Республики Беларусь должен отслужить в армии и вернуться с честью домой. А его там ждет мама, бабушка, дедушка и, конечно, девушка. Еще немного, и жизнь призывников развернется на 180 градусов. Впереди курс молодого бойца, первая стрельба и учения. Ряды вооруженных сил пополнят порядка 350 бобручан. Всего на службу весенний призыв отправится около 10 тысяч новобранцев. Служиться ребята будут в различных частях города Минска, Борисова, Могилева, Гомеля. Внутренние войска, органы пограничной службы, части комитета госбезопасности, вооруженные силы – это и спецназ, и ВДВ, мотострелковые части. Сегодня белорусская армия занимает 35-ю строчку в рейтинге самых могущественных стран. Никаких громоздких фронтов. Быстрые маневренные бригады, способные молниеносно оказаться в любой точке страны и нанести такой ущерб, чтобы потенциальный противник, даже имея агрессивные планы, спрятал их в долгий ящик, подсчитав возможные потери. Даже генералы НАТО называют вооруженные силы Беларуси самыми боеспособными в Европе. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.